Дорогие церкви Господни, дорогие друзья, все те, кто пришел на это место, я вместе с вами хотел бы сказать слава нашему Господу. Господь достоин славы, Он достоин хвалы, и, знаете, нет лучшего места, это быть в Доме Господнем, слышать голос Его, познавать, учиться от того, что сегодня говорит нам Господь. Знаете, сегодня уже брат первый поделился, немножко сказал, и, знаете, один человек, он был атеистом, и он чем больше погружался в Слово Божие, или как в историю христианства, и чем больше он познавал всего, и в конце он говорит такие слова, нужно больше веры, чтобы верить атеизму, чем тому, что нету Бога. Говорит, нужно меньше веры верить в Бога. Так что пусть Бог благословит, друзья, чтобы каждый из нас, мы имели эту веру, веру в живого Бога, не поддавались сомнениям, не думали, что, знаете, кто-то где-то, где-то когда-то, оно все есть, оно все сбылось. Только насколько я желаю, вникнет в это, насколько я в этом нуждаюсь. Пусть Господь каждого из нас благословит. Хотя я сегодня желал бы прийти к теме, буду говорить Слово, и тема моей проповеди, это будет, как я служу, как служу я. Если мы смотрим, друзья, когда мы приходим в церковь, вот каждый из нас, давайте мы зададим себе вопрос, я прихожу в церковь, служу ли я этим, что я прихожу в церковь? Служу ли я для того, чтобы приходить в церковь? Знаете, когда один такой небольшой пример, когда на работе есть большие организации, люди приходят для того, чтобы выполнять работу, там есть свои митинги, где людям объясняют, что такое техника безопасности, дают наряд работы, объясняют, что им нужно делать, и потом их отправляют на разные объекты, где нужно выполнять ту работу. Друзья, церковь, это есть вот то, знаете, вот то место, где человеку дают наряд, где человеку показывают, говорят технику безопасности, объясняют, говорят, где мы сегодня с вами учимся, где я учусь и каждый из нас. И потом мы выходим за дверью этого здания, и у нас начинаются наши объекты, проекты, работы, где мы, знаете, в чем-то проверяемся, испытываемся, где-то чего-то мы достигаем, где-то кто-то из нас делается успешным, кто-то, может быть, пробует опять, опять, чтобы у него получилось. Он учится. Друзья, в церкви, знаете, если мы думаем, что мы приходим сюда служить Господу, Он здесь, чтобы служить мне и каждому из нас. Хвала нашему Господу. И поэтому, знаете, пусть Бог благословит, когда мы сюда приходим, чтобы наши уши не были, Слово Божие говорит, готовься к чему? К слышанию, чтобы я сегодня слышал. Господь, говори сегодня к моему сердцу. Господь, я нуждаюсь в Твоем слове. Господь, помоги мне уразуметь Твое слово, чтобы я мог взять это слово, но как то доброе семя в свое сердце. Я могу идти, выходя за здание, дверей этого здания. Я могу нести Твое слово. Я могу быть Твоим воином на этой земле. Пусть Бог благословит каждого из нас. Если можно, оператора, попрошу вам выявить первую картинку, которую я хотел бы выявить перед тем, как я начну эту мысль, тему говорить. Пока наши операторы выявляют. То есть, если мы видим, я здесь прочту ее, мы видим мир таким, каковы мы сами. То, что у нас внутри, мы видим вне нас. Знаете, этот момент, если мы хорошо подзадумаемся, как мы сегодня смотрим на мир. Да, и как мы сегодня смотрим на людей. Каковы мы сегодня видим людей. И каковы мы видим этот мир, то мы таковы и сами. Я, знаете, замечаю за некоторыми людьми, может быть, некоторые, которые мне хорошо всплывают память, это старшие люди. Это, можно сказать, одна из моих бабушек. Она, когда видит цветы, для нее все. Она просто сияет. Я смотрю на цветы, ну, если когда запах послушаю, могу сказать на тебя. А так, смотрю на них, да мне ничего, я никакого вижу разницы, их есть, нету. Она смотрит на них, она просто сияет, она обожает цветы. И мы смотрим на следующий проект. Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение. Это были высказаны одного из человеков словами. Если можно, следующее. То, что мы видим вокруг, это отражение нас самих. Чем больше красоты внутри, тем больше красоты и вокруг. Если можно, следующее. Если ты человек, который видит во всем прекрасное, то это от того, что прекрасное внутри тебя. Друзья, почему я выставил эти, можно сказать, такие высказания, фрагменты. Я думаю, каждый из нас мы можем подзадуматься и можем найти глубоко в себе, знаете, что мы видим и что мы замечаем. Если можно, следующую картинку. Это последняя будет картинка. Если мы видим этих лебедей, знаете, там, где мы жили когда-то в Вашингтоне, было время, в зимний период, в такой как раз период времени, они перелетали. Кто-то говорил, в Сибири, за ними наблюдали. Я не знаю, откуда они прилетали, но они прилетали, сидели и садились там на полях. И когда бывало, я ехал через поля, мы так называли, Farm Road, то были художники, которые останавливали свои машины сбок дороги, ставили свой, знаете, этот столик, стенд, и они рисовали, срисовывали эти картины. Знаете, когда художник смотрел на эту картину, он видел этот пейзаж красивых птиц. Если я себе уявляю, видите себе, проезжает охотник. Как он смотрит на весь этот пейзаж? Я думаю, охотник смотрит и смотрит на свежую дичь. Да сколько мяса! Сколько хорошего мяса можно было бы взять. Знаете, если занятый человек, как, может быть, некоторые из нас, мы можем проезжать, мы просто можем даже не заметить, что там на том поле есть какие-то лебеди, что они такие прекрасные, там где-то они добывают себе еду, где они даже... Мы просто можем не заметить. Я это говорю по себе, друзья. Бывало время, я смотрел, думаю, что он там стоит, запарковался, рисует. Обратил внимание, он лебедей этих рисует. Знаете, для меня они как бы... Я не заметил их. Друзья, что мы видим? Знаете, пусть нас Бог поможет, если можно уже выключать эту картинку. Каждому из нас... Знаете, один человек сказал, когда он выходит с автобуса, человек выходит с автобуса, и он замечает, много очень разных людей. Один видит человека злого, потому что он сам внутри злой. Другой видит человека завистливого, он внутри завистливый. Другой человек, он видит доброго, и он подходит к нему с улыбкой, дарит улыбку, тянет свою руку, приветствует его, здоровается с ним, говорит, он, говорит, несет в себе доброту. Друзья, как часто мы, из нас то, что внутри нас живет, оно выходит. Хоть бы как бы я ни говорил, как бы, знаете, я себя бы не приукрашивал, оно будет выходить. И пусть Бог каждому из нас поможет, чтобы в моей жизни, знаете, то самое лучшее, самое доброе, оно туда входило, и оно там жило, и оно оттуда выходило. Я желал бы, знаете, обратить, друзья, дальше, когда я смотрю, или мы смотрим, такой момент, как бы вспомнился мне за доброго самарянина, когда, знаете, он проходил и увидал этого побитого, человека разбитого, что интересно, до него прошел священник и прошел левит. Да и что они, как они заметили? Я думаю, что они заметили, но у них суета, дела, у них забота, и было много других, может быть, моментов, на что они как бы оперлись и сказали, ну, не нам там нужно быть. Знаете, если проходил бы я, может быть, я посмотрел бы, слушай, да кто его знает, здесь как-то страшно, да еще меня здесь прихлопнуть, мне еще здесь плохо будет, и тоже, может быть, побежал бы. Знаете, но проходил добрый самарянин, он увидал, знаете, и то, что было у него внутри, оно просто, знаете, обвернуло этого человека, который лежал, и вся эта доброта, любовь, оно просто нахлынуло на него и подарило ему жизнь. Как часто, друзья, в то, что живет в нас, оно может менять окружающих нас. Да, первое, на что я желал бы обратить, это будет милосердный, свои мысли, милосердный. Если у нас есть Библия, давайте вместе откроем, это будет Иоанна, 8 глава, 3 стих, с 3 по 11. Иоанна, 8 глава, 3 стих, 8 глава, с 3 стиха по 11. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставив его посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взятая в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, ты что скажешь? Знак вопроса. Говорили же это, искушай его, чтобы найти что-нибудь, к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перестом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось на нее камень? И опять, наклонившись низко, писал на земле, они же, услышав то, и будущее обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старшего до последнего, и остался один Иисус, и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Знак вопроса. Она отвечала, никто, Господи. Иисус сказал, и я не осуждаю тебя. Иди, и впредь не греши. Знаете, здесь подошли книжники фарисеи, и Слово Божие говорит, и желая уловить Иисуса Христа, и в шестом стихе, они говорят, говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Знаете, эти люди, если мы смотрим, были ли они, те, которые, знаете, держались закона, те, которые как бы были такие праведными, что вот, нужно по закону делать, выполнять то, что он оставил Моисей, я думаю, далеко нет. Потому что, знаете, они привели только одну женщину, а где же тот мужчина, с кем она спрелюбодействовала, где, где, где весь, вся эта картина. Но они привели только женщину, нашли только ее. Знаете, и мы, и мы видим, что, когда они подвели, спрашивают Иисуса Христа, вот, что ты скажешь на этот вопрос. Иисус Христос, смотря на этих книжников фарисеев, Он говорит, кто вас без греха? Первый, бросайте в нее камень. Друзья, мы видим, что внутри человека есть совесть, и совесть, она работала в этих людях. И они, Слово Божьего, говорят, со старшего, до самого меньшего, как они там, как говорится, их ран выходил, они, будучи внутри себя, осуждаемы совестью, что дело, они покидали то место и уходили. И когда дошло до того момента, что все разошлись, Иисус встает и говорит, где же эти обвинители? Она говорит, нету их, никто не обвинил, нет, никто не обвинил. И, Господь, я не обвиняю тебя. Друзья, желал бы здесь обратить наше внимание на Иисуса Христа, на эту сущность. Знаете, когда смотрел человек на нее, он видел ее грешным. Когда я на нее смотрю, я вижу ее грешной. Знаете, здесь такой один момент. закон человека осуждает не Бог, не Иисус Христос. Заметьте, Христос не осудил грешницу. Я бы ее осудил, я сказал бы грешница. Почему? Закон ее осуждает. И я так говорю, она грешница. По закону Христос ее не осуждает. Он говорит, и я не осуждаю тебя. Почему, Иисус, ты не осуждаешь эту женщину? Она же грешница. Дорогой друг, тебя и меня будет судить закон. И если сегодня я не раскаюсь о своих грехах, о своем том, как я живу, если не так поступаю, дорогой друг, все, что желает Иисус Христос в моей жизни, это спасение моей души. И Он единственный, который может подарить это спасение в крови Иисуса Христа мое и Твое спасение. Все, что нужно нам сделать, приходить при лице Господня и сказать, Господь, я нуждаюсь в Тебя. Дорогой друг, какой бы я ни был хороший, какой я ни был бы праведный, пройдет свое время, когда я умрю, закон будет меня судить и осудит меня за грех. Слово Божье говорит, есть смерть, что с собой принесет мой грех. Он принесет смерть. Закон сделает свою работу. Но здесь Иисус Христос поднимает свои глаза, говорит, я не осуждаю Тебя. Значит, если мы обратим внимание в глаза Иисуса Христа, Он смотрел на дочь, и Он ее сильно любил. Да, она была грешница, но внутри Он ее сильно любит. И Он уже увидал ее состояние, разбитое, побитое, можно сказать, всеми людьми обсмеянное, на всех вынесено. Он уже видел, знаете, Бог есть Бог, сердце видит. Он осознавал ее внутреннее покаяние. И тех, знаете, хороших людей, которые пришли в прекрасном виде, может быть, как я, на вид, пришли туда, и они ее осуждали, выявили ее грех, и Слой Господь ему обратился, говорит, кто без греха, пожалуйста, кто мог бы ее судить, это Христос, Он без греха. И Он правил был взять камень и побить ее камнями, но Он этого не сделал. Дорогой брат и сестра, знаете, есть место, если мы обращаем внимание, что сегодня выбрал Иисус Христос, Он выбрал не суд, Он выбрал милость. Я желаю обратиться к каждому из нас, к христианам, особенно те, которые знают Господа. Мы так часто, знаете, становимся, знаете, на правду, за истину, за закон. Мы так часто, может быть, обращаем наше внимание, я в том числе, друзья, мы говорим, но это по правде, так нужно, так делается, потому что за грех есть смерть. Друзья, каждый человек, он понесет свой грех, он понесет наказанием смерти, если он не придет при лице Господа. И, знаете, счастливая эта женщина, счастливая, что даже взяли эти, эти хорошие люди, если можно таких назвать, знаете, такие на вид, как я, красивые, привели ее туда, ко Христу, она счастлива, что она увидала Его, она счастлива, что она познакомилась с Ним, и Он сказал, я не осуждаю тебя, иди, и впредь не греши, да благослови тебя и меня, Господь, чтобы мое сердце, оно было сердце Христа, оно было способно быть милосердным сердцем. Когда мы сегодня, мы смотрим на людей, дорогие друзья, побитыми, может быть, вонючими, негодными, грешными, всякими, можно сказать, отвращенные от всего человечества, да поможет нам Господь, иметь те глаза, глаза милосердные, как на это глянул бы Христос, когда Христос смотрит на человека, Он смотрит, как на сына, и как на дочь. Знаете, когда родители смотрят на своих детей, какие бы они ни были, они самые лучшие, да они грешат, да они спотыкаются, да они не таковые, может быть, часто бывают, но они самые лучшие, потому и сын, и это моя дочь, и это глаза Отца, когда Он смотрит на тебя, человек, на каждого из нас, Он смотрит глазами Отца. Знаете, Якова, 2 глава 10 стиха говорит, «Кто соблюдает весь закон и согрешил в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Друзья, знаете, Слово Божие к нам не обращается, к каждому из нас. Знаете, мы так, знаете, я так часто могу поглядеть на человека, взять большой его грех, сказать, вот он согрешил, он это сделал, и как бы его обвиняя, и себя показываю, как бы лучшую сторону, ну, я же так не делал, я такой грех, я не убивал, я там не изменял, и так далее. Слово Божие обращается ко мне, говорит, «Кто соблюдает весь закон и согрешил в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Да поможет нам Господь. Слово Божие обращается, говорит, «Святой, да освящается еще». Друзья, не искать кого-то, не показать пальцем, но наоборот нам быть милосердными, и пусть Господь поможет каждому из нас в этом. Это одно другое, на что бы я желаю обобретить наше внимание, это «служим, чем можем». Даниила о Деянии, 3 глава, с 1 по 11 стих. Деяния, 3 глава, с 1 по 11 стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм, час молитвы 9. «И был человек хромой от чрева матери его, которые носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню уходящих в храм. Он увидел Петра, и Иоанна перед входом в храм просил у них милостыни. Петр и Иоанн, посмотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назерея. Встань и ходи». И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и скачил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, хотя и скачал, и весь народ видел его ходящим, хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления, ослушився с ним. И как исселенный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломон. Знаете, следующую мысль, на которую я желал бы обратить, «Служи, чем можешь». Знаете, Петр и Иоанн, это было два ученика Иисуса Христа, в обыкновенный день шли в храм Господень и увидели этого храмова. Знаете, можно было взглянуть с другой точки зрения на этих простых рыбаков. Если мы читаем Библию, мы знаем, это были простые рыбаки. Они шли в храм и спешили здесь соседить этот храмой. Те, которые имели хорошие деньги, может быть, даже хорошие копейки, и они имели, с чем поделиться, они делились, давали на пропитание этому человеку храмому. Но здесь проходил Петр и Иоанн. Знаете, не имея денег, не имея даже рыбы, которые они ее там рыбачили, чтобы, может, поделиться хоть рыбою. Знаете, не имея ничего, но он подошел к ним, подошел к нему, отсмотревшись ему в глаза, и говорит, золота из фибра у нас нет. Ну, что я имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Знаете, это простые слова. Друзья, если бы на то время был бы какой-нибудь богатший царь, проезжал бы какой-нибудь, знаете, знаменитость, вытащила пару слитков золота, достала бы, дала бы ему. Я думаю, там многие люди бы сказали, «О, да, вот он может дать». Знаете, повезло этому больному, и теперь будет, может быть, богатым. Друзья, я хотел бы обратить наше внимание, когда эти два человека, Вадим и Духом Святым, подходят к нему и говорят, «Во имя Иисуса Христа встань и ходи». Там никакие слитки золота не заменили. Слово Божье говорит, «Сошлось много людей при творею Соломона, и все смотрели, ужасались тому, что произошло, что случилось на этом месте». Эти люди много чего не имели, но они имели великую силу Божью. Они имели то, что было в их сердце, то желание, дорогие друзья, чтобы человек этот, он пошел и с именем Иисуса Христа, как он говорит, «Имень Иисуса Христа, вставай и ходи, да благословит наш Господь». Дорогие друзья, что сегодня я имею? Знаете, мы так часто можем себе сказать, «Ну, я не такой красноречивый, я не могу ничего сказать, я не могу ничем поделиться». Знаете, когда нужно свидетельствовать кому-то, может быть, о Иисусе Христе, не каждый из нас способен это сделать. У кого-то просто льется, он говорит и говорит, и с ничего у него целая, можно сказать, проповедь, а другой стал пару слов, покраснел, закрылся и не может. Но в чем-то другом он может себя проявить, он каким-то сможет способом служить. Слово Божие говорит, «Чем сегодня я могу?» И как эти два человека, они подходят, говорят, «Петр и Ян, вот что имеем, то даем». Друзья, что мы там внутри себя имеем? Что сегодня я имею? И знаете, если я туда ничего не положу, то я там ничего иметь не буду. Если у меня туда, дорогие друзья, не входит то, что сегодня я слышу, то, что сегодня я принимаю, то, что Бог обращается к каждому из нас, если это семя не впадает глубоко в сердце мое, и я его не принимаю, оно там не начнет расти в жизни моей, дорогой друг, там ничего никогда не будет. Как бы я ни хотел бы, чтобы там что-то было, я только могу смотреть, знаете, с такой доброй завистью, говорить, вот повезло ему, он такой смарт, хороший, как бы такой человек, он такой способный, он так достигает, он так столько много делает, помогает. Друзья, вот это маленькое, то, что я имею, пусть поможет тебе и мне Господь, что мы могли этим делиться, и Бог будет велико производить работу в жизни каждого из нас. И 3 Царств, 17 глава, 9 и по 16 стих, 3 Царств, 17 глава, 9 стих. «Встань и пойди в Сирепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сирепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова, «Собирай дрова». И, подозвав он ее, сказал, «Дай мне немного воды, сосудей напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки твои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Сидим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, «Мука в катке не истощится и масло в кувшине не убудет. До того дня, когда Господь даст дождь на землю, и пошла она и сделала так, как сказал ей Илья. И кормилась она, и он, и дом ее, несколько времени. Мука в катке не истощалась и масло в кувшине не убыло по слову Господа, который он изрек через Илью». Я желал бы обратить на эту женщину, друзья, когда она сказала, к ней Илья обратился, она говорит, «И она сказала, «Жив Господь, Бог Твой». Заметьте, она была как сирептой седонской, она не была часть еврейского, израильского народа, не знала, можно сказать, живого Бога, но она его знала, как Бога Израиля, она его знала, как Бога Ильи. И она говорит, что жив Господь, Бог Твой. Она, другими словами, знаете, она как бы клянется, да, как говорит, от всего сердца, что, слушай, я ничего не имею, у меня ничего нету. Вот это последнее, что у меня осталось, и я съем и умру своим сыном. И заметьте, этот пророк говорит, «Сделай так, как ты сказала, но сперва сделай мне». Я желал бы, друзья, обратить наше внимание в эту веру, этой женщины, которую Бог послал. Знаете, разве в израильском народе не было вдов, которые могло бы Бог послать Илью? Я думаю, мог бы. Бог бы, мог бы. Но сегодня почему-то в Писании осталась эта вдова сирептой седонской, которая, казалось бы, никакого общего с израильским народом не имела. Но что делает Господь? Он видит ее сердце. И то последнее, знаете, я не знаю, как эта женщина смотрела, она, может быть, глянула на ту немножко масла в кувшине и ту муку чуть-чуть, и, может быть, посмотрела, говорит, ну, какая раньше, когда умирать? Или его сейчас умереть без этого? Или умереть после того, как мы съедим? Друзья, я не знаю, как бы я на это поглядел бы. Может быть, я поглядел бы, слушай, и думал, слушай, что ты ко мне пришел? Зачем ты ко мне пришел? У тебя что, нет других людей? Ты вообще чужеземец. Ты совсем с другого народа. Разве нет людей, которые посостоятельнее имеют, может быть, на 3-4 дня больше пропитания, чем я? Чего ты ко мне пришел? Но эта женщина такие вопросы не задала. Она так не подумала. Она пошла и сделала так, как сказал этот человек Божий. И мы видим, дорогие друзья, что случается в этой женщине. Бог благословляет ее. Бог и послал этого человека, Бог видел ее сердце, что она отдаст все последнее. Она отдаст. И он посылает этого человека, мужа Божьего, для чего? Для того, чтобы ее прокормить среди этого, знаете, трудный момент жизни, чтобы она могла пройти. Дорогие друзья, дорогая церковь Божья, да поможет каждому и нас Господь служить, чем можем. Знаете, иногда мы думаем, да мне совсем чуть-чуть. Что он вообще поможет? Да что он вообще даст? И зачем оно кому-то, кто-то там хорошо дал, а я, что я могу дать? Временем, делами, может быть финансами, может быть работой, может быть еще чем-то. Дорогой друг, в глазах Господних это велико. Он с этим считается. Он глянул на эту горсть муки и на эту немножко масла. И что он сделал? Он приумножил до тех пор, пока пошел первый дождь. Это прошло время. Если мы можем изучать, там можно найти, сколько это примерно время. Да благослови Тебя, меня Господь. Знаете, я помню один момент из моей жизни, когда я был, может быть лет 21, мне было, и мы поехали в центр России, мы там трудились, это было Иркутск, и в Иркутске, знаете, пастор, Василий его зовут, он говорит, поехали, я вас повезу, знаете, такую вдалекую-вдалекую, туда какое-то отдаленное место, и там была небольшая церковь, и там был лабораториционный центр, где в основном все, знаете, старшие люди, они уже как бы спит, и там проблема с алкоголем. И когда мы туда ехали, мы-то очень долго ехали, очень долго, много историй по нас слушали, и знаете, как бы молодой, я был уже лет 21, пока туда доехали, уже весь устали, уже ничего не хочется, но нам было надо в ночь возвращаться назад, и мы начали там служение, посходились те реабилитанты, и так вот, знаете, когда глянул, тебе 21, ты посмотрел на эти все, знаете, такие лица, которые жизнью побитые, убитые, знаете, вдохновения никакого нет, он еще говорит, да, чтобы так, какое-то вдохновение. Знаете, но я встал, у меня было на сердце слово, то, которое было, я его прочитал, сказал, знаете, передал как мог, помолились, мы там имели такое общение, их благословили, и знаете, когда мы уже уезжали, и я вышел так на улицу, и так, знаете, ну так для себя, ну так по-простому, хотя подошел один из этих человек, он, знаете, у него многих зубов не было, он протянул свою руку, пожал мне руку, и говорит, спасибо тебе за ревностную проповедь. Знаете, мне его слова так коснулись, я думаю, Господи, я сюда пришел и так, может, ну на троечку постарался, я устал, и знаете, у меня одно, другое, третье, я нашел на что списать, я нашел на что обратить, как бы, внимание, и себе дать скидку, знаете, но для этого человека, для него это было огромное, он подчерпнулся, он в этом в чем-то нуждался, дорогие друзья, мы так, может быть, иногда смотрим, знаете, на великое, сравнив великое с своим маленьким, да что я там могу, делись то, что ты можешь, а Бог из этого маленького сделает великое, и славное, и Божье имя будет прославлено, и оно будет возвеличено, и мы смотрим на эту, дорогие друзья, на эту женщину, она вошла в историю Писания, сегодня мы сегодня о ней читаем, и берем для себя пример, пусть Господь благослит каждого из нас, и чтобы найти наше сердце, наше желание, мы бы было, так как это делали те, которые оставили для нас пример, служить Богу тем, чем мы можем, и на последнее, которое желал бы обратить внимание, это служи, не взирая на обстоятельства, хотя я не буду уже место Писания записывать, знаете, наше час так быстро бежит, но я желал бы обратить наше внимание на Иосифа, хорошо мы знаем этого человека, знаете, это был юноша в свое время, он служил в доме отца, отец его отправляет, говорит, иди, говорит, отнеси сыновьям на поле, где не пасут стада, отнеси им кушать, эту передачку, что отец там приготовил, он берет и идет, и несет до своих, ищет своих братьев, когда он встретится с братьями, проходит момент, я так кратко говорю, да, его братья продают в Египте, он попадает в дом Патифара, он начинает служить Патифару, и этот человек, юноша, дорогие друзья, то, что он находится в доме Патифара, знаете, если мы можем обратить внимание, можно было бы много так сказать, но, слушай, моя судьба вообще ужасная, вот если бы не это было в моей судьбе, я бы, может быть, был бы лучше, если бы со мной братья так не поступили, я бы как-то был бы лучше, я бы смог бы больше делать, если бы моя судьба так бы не повернулась со мною, я не остался бы в таких ситуациях, я сейчас, я, может быть, по-другому бы это делал, но я ничего делать не могу, я жить как бы не могу, друзья, замерьте на этого юношу, попадает в дом Патифара, он начинает служить, и что делает Патифар, он берет его и поставляет над всем домом своим, и говорит, служи всему дому моему, он все отдает под его контроль, и говорит, служи, хотя если мы смотрим внимательно на этого человека, он не жалится на свою судьбу, он не жалеет себя, я такой бедный, несчастный, попал сюда, к этим чужеземцам, и здесь понимаешь, что ты должен ходить, потирать там вещи какие-то, готовить, кому-то направлять, делать, зачем это мне надо, мне что-то самое большее всех надо, мне за это не платят, мне за это ничего не говорят, друзья, но этот человек, он как будто бы родился, для того, чтобы служить, и он служит, и Бог его благословляет, потому что он служит, проходит немного времени, он попадает в тюрьму, и там оказалось бы, что Иосиф, что тебе самое большее всех надо, как сидят все тюремчики, да и сиди себе, просто сиди себе, жалься на свою судьбу, и как бы, как многие люди, им все не устраивает, знаете, как часто, друзья, мы можем смотреть на все обстоятельства жизни, вот если был бы президент, бы у нас лучше, может быть, у меня работа была бы лучше, может быть, я имел бы работу, если бы у нас говернер было бы лучше, я по-другому, может быть, жил бы, если бы у нас пастор был бы лучше, я, может быть, лучше бы обращался с другими людьми, я бы правильно знал, да если бы у меня родители были бы лучше, да если бы у меня дети были бы лучше, знаете, мы, знаете, всегда частенько можем смотреть в свою жизнь и находить какое-то, как бы, извинение самому себе, вот я красавчик, а вот все вокруг меня, но как-то так, вот что-то на ней ладится, вот было бы на лучшее в моей жизни, знаете, но этот юноша, он попадает в тюрьму, и казалось, Иосиф, ну что тебе больше всех надо? Что он делает? Он служит и в тюрьме. И Бог его велико благословляет. Знаете, и тот, кто главный в тюрьме, он его ставит над всем и говорит, слушай, служи теперь всем. Он видит, как он служит, он говорит, служи всем, потому что так, как ты служишь, оно устрояется, оно благословляется. Друзья, он замечал, он видел, понимал этот хозяин тюрьмы, что нечто другое в жизни этого человека, что сам Бог управляет его жизнью, и он служит. Приходит время, где его вызывают, ему нужно послужить пред царем. Он стоит пред царем и служит пред царем. Знаете, и продолжает служить. Знаете, и царь смотрит на этого человека, на этого юношу, и смотрит на все, что он говорит, он внимательно выслушивает и понимает, что в этом человеке есть иной дух, там есть нечто другое. И он ее берет, ставит, говорит, слушай, не только ты мне будешь сегодня служить, но ты будешь служить еще всему моему народу. И он ставит его, чтобы он служил всему народу. Друзья, знаете, как часто хочется быть царем. Я не знаю, как вы, знаете, может быть, дети с детства, как хотелось бы стать сразу героем, каким-то великим человеком. Когда мы смотрим Писание, Давидом, Голиафом, друзья, может быть, этим, как этим фараоном, Иосифом Великим, который едет на колеснице. Но этот великий человек, он начал служить самого маленького с дома своего. Да поможет тебе и мне Господь. Дорогая церковь Господня, служи, чем можешь, и служи независимо на обстоятельства. Знаете, проходит в жизни Иосифа время, и он служит своей семье. Те братья, которые однажды его предали, те, которые однажды, знаете, от него избавились. Казалось бы, что, Иосиф, ты мешаешь нашей жизни. Он берет и служит им. Не они служат ему, а он служит им. Если мы заметим, дорогая церковь Божья, Иосиф проходил такой, можно сказать, скорный, тяжелый, ужасный путь, где топтались по нем, где предавали его, где за его верность садили в тюрьму и так далее, и так далее. Но это был все этот путь, где Бог проверял, смотрел на человека, испытывал. А можно ему я еще больше дам, чтобы он служил? Могу ему позволить больше эрию, на которую он бы мог бы надсматривать, и достиг он того, что он начал надсматривать над всем Египтом, над всеми народами. Да благословит каждого из нас Господь. Дорогая церковь Божья, служи независимым обстоятельствам. Мы так часто смотрим на наши обстоятельства, и мы как бы обвиняем эти обстоятельства, и кто-то в моей судьбе виноват. Потому что у меня не так оно все идет. Я хотел бы лучше, я вот сам по себе человек добрый, но я не могу быть добрым, потому что вот это мешает в моей жизни. Дорогой друг, да поможет тебе и мне Господь. Знаете, мы все можем в укрепляющем в нас Господе. Хвала нашему Господу. Мы можем служить, дорогие друзья, независимо от обстоятельств, во всех аспектах времени. Знаете, если мы наблюдаем в истории разных людей, приходили время, когда была война, тяжелое обстоятельство, и были люди, которые выходили с кружкой воды, знаете, который враг падал, его подбивали, они подходили и давали ему воду. Это был свой человек, не свой человек, добрый человек, он служит, а другой человек, он наоборот добивал бы кого-то, уничтожал бы кого-то. Мы есть христиане, и Слово Божие нас призывает, служи тем, чем можешь. И пусть сегодня, дорогая церковь, на обстоятельства ничего не помешают. Знаете, время, оно будет изменяться. Господь предвозвещает и говорит, что придут тяжелые дни, что сегодня я делаю для Господа. Если я говорю, что вот я стану лучше, вот как-то будет оно у меня в жизни правильнее, я тогда буду служить Господу, я тогда буду служить, может, людям и так далее. Дорогой друг, пройдет время, но оно только придет в худшее состояние в твоей жизни. Если ты сегодня в малом, не научишься служить, не научишься делиться, не научишься благословлять, не научишься вместе подвязаться, трудиться, вместе стоять в проломе, в деле, в церкви. Знаете, сколько сегодня много служений, где я могу сегодня служить. Ну, так часто, если нет моего имени или меня не почтили, то чего я туда пойду. Дорогие друзья, да поможет мне и вам, быть преданными Господу, любить Господа, любить Его творение, любить так, как Он любит, любить так, как смотрит Он на нас, на каждого из нас. Я хотел бы уже, закрывая свою проповедь, как служу я, служим ли мы сегодня с милосердием, как это сделал Христос. Служу, чем могу, и служи, и независимо от обстоятельств. Да благослови Тебя и меня, Господь. Я желал бы прийти к молитве, дорогая Церковь Божья. Знаете, мы так часто в нашей жизни можем слушать Слово Господне, и Бог обращается через одно, другое, третье в наше сердце. Иногда мы можем просто как бы не реагировать, на что говорит сегодня Господь. Но поможет каждому из нас Господь, чтобы мы сегодня слышали Слово Его. Чтобы это Слово, оно изменяло меня, дорогие друзья. Я желаю больше быть таковым, как сегодня оно меня учит. Чтобы, знаете, когда приходит тот момент в моей жизни, какой бы он ни был, я нашел себе силы послужить. Я нашел себе силы, знаете, как тот Иосиф в тюрьме, может быть, встать, воспрянуть духом, может, знаете, сделать прекрасную такую улыбку, и каким-то образом он начал служить. Он смог себя поднять. Он смог, знаете, себя внутри, взглянуть, что он служит живому Богу. Он ходит пред Ним. Дорогой друг, какая не была бы ситуация в твоей и моей жизни, да поможет тебе и мне Господь, чтобы в различных ситуациях мы искали, как служить Богу. Если я сегодня борюсь, и, может быть, я прихожу в такие моменты, где я хочу, но у меня не получается. Я стараюсь, у меня как-то, оно не идет в моей жизни. И одно другое, мне что-то мешает, мне что-то, знаете, не дает возможности. Давайте мы в этой молитве, мы откроем все Иисусу Христу и скажем, Господь, помоги мне служить, служить в церкви, служить близким, родным, служить братьям, сестрам, те, которые вне церкви. Господь, в чем сегодня я вообще могу служить? Чтобы Господь, может, открыл каждому из нас, и мы нашли свой труд, где мы могли бы служить. И пусть Божья рука, она ведет нас. А если другой друг, ты нуждаешься, чтобы за тебя помолились, поддержали тебя, чтобы Господь укрепил тебя, поднял тебя, исцелил тебя, благословил тебя, ты можешь сделать этот шаг вперед. И мы помолимся, поддерживаем тебя, как одна семья, благословим имя Господне. Преклоняем наши колени, молимся. Аминь. Аминь. Продолжение следует...